Нахожусь в городе Витель. Станция термальная с минеральной водой. Сами термы находятся в парке. Парк очень красивый. При входе вид, что парк интересный. Людей сейчас очень мало. Есть в парке люди гуляют, бегают. Есть, но очень-очень мало. У меня до автобуса час времени. Я быстренько снимаю маленькое видео. Смотрю, можно ли здесь взять водички. И возвращаюсь на станцию. Через час мой автобус возвращается в Эппиналь. Итак, я иду смотреть вот эту колоннаду. И смотреть, есть ли здесь вода в открытом доступе. В прошлом городе идея была. Контраксвиль. Там можно было взять воду. Стоял на улице краник. А внутри, где вода идет специальная. Ну, и там, и там одинаковая, видимо, вода. Но в Ротонде вода течет с четырех краников. И там нельзя подойти. Там закрыто. И раньше апреля явно не откроется. И снаружи был только один кран. Одно место, где было можно набрать воду. Но люди приходили, брали бутылками. Для себя, для дома. Сейчас я здесь пройдусь, по-быстрому и гляну, есть ли тут что-то подобное. Потому что все тихо. Все вымерло, как всегда. В обоих городах эта вода предназначена для людей, скорее всего, с опорно-двигательными какими-то проблемами. Как мне сказали, ревматизмом. В общем, у меня артроз. Я как раз вовремя попала, куда надо. Ну, я люблю разные термальные курорты. Если по возможности есть возможность посетить, я еду. Итак, тут, находясь рядом по соседству, в городе Пеналь, я заметила, что рядом есть два источника с минералкой. Я решила посетить, посмотреть, что это. В магазинах есть эта вода в бутылках. Она бутылочная обычно продается. Но тут есть открытый источник. Если получится набрать бутылочку две, хорошо. В прошлом городе я набрала три бутылки с собой. Много взять не могу. Я без машины. Я пешешочком. И на автобусах, и на поезде. Мне возвращаться со всеми этими бутылками в Париж как-то, ну, не с руки. Вот так выглядит термостанция. Но все очень тихо. Без признаков жизни. Ну, вот, вход в ресурс. Но никого нету. Я тут одна бегаю. Ну, вот, внутрь попасть нельзя. Все отсвечивает. Так, стекло сложно снять. И говорят, что набрать воды нельзя. А я еще одну бутылку. У меня есть соком. Я могу сок выпить, набрать бутылку. Но я не знаю. Хотя другой мужчина мне говорил, что здесь можно набрать воды. Он был как раз с этого города. И в том городе, который у меня была перед этим, он сказал, что там тоже есть открытая вода. Но надо опять же знать, если ты здесь не живешь. Вот я знаю, где она здесь. Я их спросила. Они говорят, нет, нет. Говорят, при выезде из города, ну, может быть, какой-то источник у них есть свой, который они знают. А вот центральный, вот этот, здесь, здесь все закрыто. Даже краника никакого нету, не придвинется ничего. Ну, а тут вход в СПА, терм-СПА. Но все это работает только в апреле будет работать. Сейчас все тихо и закрыто. Нету признаков существования жизни. Стоят рекламные щиты. На них видно фотографии, как это выглядит. Здесь внутри вода называется Витель, город Витель, терм-СПА. Вот так вот. Хорошо я в прошлом городе набрала три бутылки. В принципе, мне хватит. Но я могла набрать еще одну, выпить сок, набрать еще воды. Я думала, что я здесь наберу одну бутылочку. Вообще, поездка сюда от меня не очень дешевая. Пять евро туда, пять евро обратно. Десять евро, получается, заплатила. Ну, зато посмотрела, скажем так, два города, которые я раньше никогда не видела. Буду знать, где находится. Как добираться. Ну, вот тут облом с водой как-то получился. Я думала, я сейчас только выпью, освобожу бутылочку и возьму еще бутылочку в этом городе. Хорошо, что я в прошлом городе набрала аж три бутылки. Потому что, если бы я там не взяла, то здесь я точно, наверное, не наберу ничего уже. Печально. Иногда планы получаются не так все получается, как мы планируем. По всему парку гулять не буду. Парк большой. Сейчас зима. Тут нечего смотреть из субы. Хотя парк симпатичный, видно. Я приехала только ради этих терм, чтобы посмотреть на эту термальную станцию. Ну, все закрыто. Подойти к воде нельзя, даже если она есть. Но в том городе не только снаружи течет вода, но и внутри даже в ротонде вода сама течет. А здесь даже вот ротонда есть, а внутри ничего нету признаков жизни, что эта вода существует. А где ее здесь берут, кто его знает. Внутри почти не видно, потому что через стекло и все закрыто. Хотелось бы показать внутри, но все не функционирует. Только в летний период. Тут я видела какой-то ипподром. Территория очень большая, парковая. В общем, я возвращаюсь на исходную, к цивилизации, потому что здесь ничего нет. Я пойду к началу парку, с другой стороны, как я должна была войти, я зашла сбоку, рядом с домами. Посмотрю, что там есть. Это нашла гида. Итак, мы остановились возле нескольких сусов, источников. Все они закрыты. Вот тут панно, это как бы реклама. Вот тоже вход, как мне объяснили, тоже закрыто. Вот тут написано термдеритель. Ну, все закрыто. И откроется в марте. Написано на табличках. Стрелочка ведет туалет, но я думаю, и туалет тоже закрыт. Я думаю, здесь вообще все сейчас закрыто. И нет, ничего ловить абсолютно. Вот такой облом. Вот это центр, который закрыт. Рядом вход спа. Все закрыто. Огромная гостиница тоже все откроется, но только к лету. Раньше шансов нет. Гуляя по этим окрестностям странным, пустым, абсолютно безжизненным, мне такое ощущение, что я попала в сказку «Валенький цветочек», где жила чудовище в красивом замке с цветами и так далее. И вот эта девушка одна бегающая по этому замку, дворцу. Вот так и я бегаю тут по окрестностям. Никого нету. И только я тут одна. Ну, правда, люди с собачками еще. Вот одного товарища на велосипеде я поймала. Он мне тут показал, рассказал, но это все пусто полное. Все тут закрыто. И, в общем, я иду к началу парка, потому что здесь ничего не функционирует практически. И на этой ноте я закончу это маленькое видео. В этом городе с водичкой мне не повезло. Я там посмотрю еще в начале парка, что есть. Но я думаю, это будет тот же результат. У меня осталась бутылка сока, которую я могла набрать в воду, но я же не предполагала, что здесь не будет воды. И только через месяц откроется. И добро пожаловать в город Тритель. Генералка наша. Есть еще похожий город Вещей. Там тоже есть вода. Я туда тоже ездила. Но есть много термальных станций во Франции. Вот две я посетила в один день. К сожалению, в период, когда в одном городе все закрыто. И воды не получилось набрать здесь. И до новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok